То, что кризисные явления в мире нарастают, уже понятно всем. Даже такой, в общем, не самый выдающийся интеллектуал, как премьер-министр Великобритании Кэмерон, сказал, что вот нас вот-вот ждет новый очередной большой кризис. И по истерике, которая у разных западных лидеров, это тоже видно. Во всяком случае, когда фрау Меркель сразу после саммита в Брисбене начинает говорить о том, что нужно форсировать создание зоны свободной торговли между Евросоюзом и США, после которой в Западной Европе произойдет такая же индустриализация, какую сама Западная Европа устроила для Болгарии или Прибалтики, то, в общем, мы понимаем, что только очень могучего масштаба события могли заставить этих людей совершать столь опасные действия. Потому что если бы ситуация развивалась более-менее нормально, они бы, конечно, никогда бы не решились. Это слишком сильный удар по их статусу и, соответственно, положению. То есть иными словами, все уже понимают, что долгосрочных последствий уже не будет, потому что произойдут некие события, которые все сказанное ранее спишут намертво. А что же это за события? Вот здесь нужно объяснить, что происходит с точки зрения экономики. Дело в том, что современная экономическая модель – это модель Бреттон-Вудской финансовой системы, финансово-экономической. Многие считают, что Бреттон-Вудская система умерла после 15 августа 1971 года, когда США объявили второй в 20 веке дефолт, отказавшись обменивать доллар на золото. Но это не так. На самом деле Бреттон-Вудская система – это модель расширения зоны доллара, под которой были созданы специальные институты МВФ, Мировой банк и ГАТТ – соглашение по тарифам и торговле, которое сегодня называется ВТО. И эти институты никуда не делись. Они определяют модель Бреттон-Вудской системы, смысл которой состоит в том, что все активы привязываются к доллару. То есть, иными словами, модель современной экономики устроена следующим образом. Это механизм перераспределения дохода, который образуется от того, что Федеральная резервная система США печатает доллары под новые активы, которые входят в долларовую систему. Вначале это были страны Западной Европы, потом Япония, Тайвань, Сингапур, потом Корея, потом Китай, потом страны социалистического содружества. И сегодня эта модель подошла к естественному концу. Все активы, которые есть в мире, в том числе нефть, которая есть в недрах России, уже котируется в долларах, она входит в долларовую капитализацию тех компаний, которым подлежат эти месторождения. Нету в мире больше долларовых активов. В результате обнаруживается, что печатать доллары больше невозможно. Активов нету. Была сделана попытка сделать фиктивные активы, так называемые, деривативы, выяснилось, что это больше не работает. Их слишком много. И прибыли в мировой экономике больше нет. Прибыли в мировой экономике больше нет. Все участники процесса, включая Россию, включая Китай, говорят, ребята, а как же так, а где наша доля, мы так не договаривались. А дело в том, что раньше вот эту эмиссионную прибыль делили между всеми. Да, конечно, США доставалось больше, но и остальные получали свой кусок. В частности, Россия через высокие цены на энергоносители. Дальше элиты всех стран мира могли решать, то ли это воровать целиком, как это происходит, например, в Нигерии, то ли, соответственно, как-то делиться со своими народами. А ситуация, при которой они дают ничего, она всех категорически не устраивает. Более того, в связи с началом экономических проблем в Соединенных Штатах Америки, они стали использовать Бреттон-Вудские институты, прежде всего, финансовую систему для того, чтобы не давать, а наоборот, забирать для того, чтобы спасать свою экономику. В этом смысле очень показательные результаты выборов в Соединенных Штатах Америки, потому что, собственно говоря, выборы эти были между двумя концепциями. Концепция первая – спасать мировую финансовую систему за счет ресурсов США, то есть, иными словами, все-таки, несмотря ни на что, всем чего-то давать. Либо же другой вариант – спасать американскую экономику за счет всех остальных, то есть отбирать у всех в пользу США. И победила именно вторая концепция, которая у американского избирателя ассоциируется с республиканской партией. То есть, иными словами, мы вступили в мир, который больше для стран Третьего мира, то есть, ну, собственно, не Соединенных Штатов Америки, долларовых инвестиций больше не будет, а наоборот, капиталы начнут оттягиваться обратно в Соединенные Штаты Америки. В этой ситуации, которая никого не устраивает, ожидать, что будет стабильность, невозможно. И в этой ситуации, скорее всего, все начнут так или иначе ситуацию раскачивать, ведь они уже начинают ее раскачивать. Соединенные Штаты Америки, в общем, понимая всю безнадежность этой ситуации, как-то пытаются совершать какие-то такие ритуальные действия. Обама, как мы знаем, был сторонником альтернативного подхода, то есть он считал, что лучше спасать мир, чем Соединенные Штаты Америки, и проиграл. И в этой ситуации я склонен считать, что взрыв, который полностью разорвет вот эту вот бредно-вудскую, остатки бредно-вудской системы произойдет достаточно быстро, может быть, в течение года полутора. Другая, соответственно, концепция говорит, что надо наоборот, надо строить собственную региональную финансовую систему, что если у нас уже больше не будет долларового инвестиционного механизма, то мы должны строить свой собственный региональный эмиссионный центр и создавать свой собственный инвестиционный механизм. С высшей школы экономики пишут свою либеральную тему о том, что нет бога, кроме МВФ, и, соответственно, я уж не знаю, кто там, Лагард, соответственно, пророк его, или Джанет Йеллен. Чем все закончится, я не знаю, но мне абсолютно очевидно, что уезд Путина из Брисбена связан не с тем, что его обидели. Вы меня простите, конечно, человек, который по образованию, соответственно, представитель спецслужб, его на такого рода вещи натренировали еще в детстве, чтобы не реагировать на это. Он уехал оттуда не потому, что его обидели, он уехал оттуда потому, что он понял, что с этими людьми разговаривать бессмысленно, потому что они не хотят и не могут обсуждать реальные проблемы кризиса, потому что они исполняют, ну, там, некоторые спектакли. Почему они это делают? То ли потому, что они марионетки поставленные кем-то, и тогда разговаривать нужно с их кукловодами, то ли потому, что они просто не понимают ничего. Это вопрос отдельный. Я склонен считать, что скорее они именно марионетки, но не в рамках какой-то политики кукловодов, а в рамках некоторых правил игры, условно говоря, такой вот либеральной политкорректности, которые настолько устоялись, что выскочить из них уже никто не может. Вот как белка в колесе. Вот они крутятся в этом колесе и ничего не могут сделать. И поэтому разговаривать с ними бессмысленно. Поэтому нужно сейчас создавать альтернативные модели. И вообще и забыть и про Евросоюз, и про Соединенные Штаты Америки на какое-то время. Потому что Евросоюз уже точно не жилец. Как он будет распадаться, это вопрос отдельный. Скорее всего, они попытаются сохранить Евросоюз, сделав его двухступенчатым. То есть там будет часть Западной Европы, старый Евросоюз, который как бы первого сорта. Восточная Европа будет Евросоюзом второго сорта до полного выхода и вообще отказа от него. Ну в общем, я считаю, что вот эту тему можно закрывать. Фрау Меркель, сказав о том, что нужно форсировать зону свободной торговли Соединенными Штатами Америки, фактически поставила крест на Евросоюз. И все, про него можно забыть. На самом деле, тот острый конфликт между прозападными и евразийскими силами, который был в России еще с начала 90-х, сегодня впервые вышел на уровень, при котором анти-МВФ-овские силы, ну не то чтобы сравнялись с либеральными, но по крайней мере их голос слышен. И сегодня мы увидим на самом деле, насколько либеральные силы способны предъявить общество хоть какой-то аргумент. До сих пор все аргументы, которые они предъявляли, это были аргументы власти. Они говорили, ребята, мы договариваемся с МВФ, и поэтому вы должны нас держать. Сегодня уже понятно, что МВФ ничего не даст, и значит предъявлять аргументы нужно обществу. Что они могут предъявить? Уничтожение образования, уничтожение медицины, уничтожение пенсионной системы, уничтожение банковской системы. Фактически все, что касаются либералы, превращается в труху. И если президент Российской Федерации в своем послании выберет либеральный вариант, то я боюсь, что его власть превратится в труху. Продолжение следует...